Накануне вечером в Солигорске горел один из корпусов республиканской больницы спелеолечения. Когда спасатели прибыли на место происшествия, увидели уже слабое задымление на втором этаже трехэтажного корпуса. Но более полусотни пациентов все же эвакуировали. По предварительной информации, кто-то в палате забыл выключить кипятильник. Когда огонь возник, в комнате никого не было. Медработники сами потушили пожар, воспользовались внутренним пожарным краном. О том, как часто возникают пожары только уже в столице, поговорим с официальным представителем Минского городского управления МЧС Александром Попко. Александр, добрый вечер. Добрый вечер. Часто ли происходят подобные случаи, к примеру, о которых мы только что говорили, в столице и в общественных местах? К счастью, такие случаи в столице очень редко происходят. Но, тем не менее, причина, по которой возникают такие случаи, люди беспечно относятся к своей безопасности, забывают элементарные правила безопасности. И, следовательно, конечно, трагедия может возникнуть в любой момент и в любом заведении, в любом месте. А вообще в Минске какова сейчас ситуация? Пожаров становится больше либо меньше? Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то их, в принципе, одинаковое количество. Это около 50 на сегодняшний момент. Что касается спасенных людей, тут уже есть большое различие. Их, по сравнению с прошлым годом, на данный момент в два раза больше. И, тем самым, в два раза меньше снизилась и гибель. Поговорим о наиболее частых причинах пожара. Самое популярное – это незатушенный окурок. Незатушенный окурок – это такая причина не такая уж и частая. Просто эта причина часто приводит к каким-то серьезным последствиям, можно так это сказать. Наиболее частые причины – это, конечно же, какая-то невнимательность наших граждан, которые любят оставить и пищу без присмотра на плите, и не следят, возможно, за электрооборудованием. Ну и, конечно же, да, обращение неосторожное с огнем тоже имеет место быть. И, к тому же, в последнее время тоже за два месяца наблюдается большое количество именно автомобильных пожаров. Это тоже свидетельствует о том, что люди, возможно, недостаточно на должном уровне обслуживают свои транспортные средства. Задам вопрос, который наверняка многих интересует. Недавно стало известно, что МЧС не будет проверять организации малого и среднего бизнеса. Если ЧП все-таки произойдет из-за непроверенных норм пожарной безопасности, кто будет отвечать? То, что эти нормы не были проверены, это не значит, что эти нормы не должны соблюдаться. И соблюдаться они должны под контролем непосредственно руководителя. Ну и тут логически можно понять, что ответственность вся лежит на руководителе этого объекта. И наша роль, она переходит именно не то, что там закрывается полностью, но любые какие-либо советы, какой-то мониторинг по просьбе руководителя сотрудники МЧС готовы оказать. Спасибо, Александр. А я напомню, в студии ЧПБА мы разговаривали с официальным представителем Минского городского управления МЧС Александром Папко. Продолжение следует...